РБК Уфа продолжает вещание за Тель-Шаратон. В эфире новости. В студии Равиль Ватолин. Здравствуйте. И вот главная тема к этому часу. Перечень увеличили. Власти республики расширили список приоритетных для региона инвестпроектов. Тревожный сигнал. Судебный пристав фиксирует снижение сборов с должников по кредитам. И медленный, но рост. В регионе отмечается повышение уровня инфляции. Начну выпуск с экономических новостей. Перечень приоритетных инвестпроектов в Башкортостане дополнили новыми. Соответствующее распоряжение подписали в региональном Минэкономразвитии. Так, преференцию от регионального правительства получит проект строительства подземного рудника на месторождении «Юбилейное» в Хайбуллинском районе, которое богато медью и цинком. Стоимость работ оценивается в 55 миллиардов рублей. Также в перечень включены строительство завода по производству домокомплектов и конструкции из железобетонных плит и строительство селекционного генетического центра по свиноводству. Объем инвестиций этих проектов 3,5 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, на сегодняшний день в перечень приоритетных входит 73 инвестпроекта стоимостью свыше 460 миллиардов рублей. Общее число новых рабочих мест, которое будет создано при реализации проектов, более 27 тысяч. Сейчас информация об уровне индекса потребительских цен. Инфляция в республике в феврале увеличилась на 0,6%, а с начала года почти на полтора. Результаты мониторинга опубликованы службой статистики. Согласно данным, в Башкортостане этот показатель один из самых высоких по сравнению с соседними регионами. Нашу республику опережает лишь Свердловская область с показателем в 1,6%. В Татарстане индекс потребительских цен сложился на уровне чуть больше 1%, а в Оренбургской области всего 0,1% с начала года. Из продуктов питания в республике больше всего подорожали фрукты и овощи. Лимоны на 16,5%, яблоки на 4%, огурцы и помидоры до 6%. Отмечено несущественное подорожание молочной продукции и колбасных изделий. Из непродовольственных товаров цены выросли на электротовары и бытовую технику до 5%. Ювелирные изделия из золота подорожали на 5,5%. В сфере услуг зафиксирован рост стоимости турпутевок до 9%. А вот в республиканские дома отдыха подорожали путевки почти на 4%. Сейчас информация о курсах валют установлена Центробанком на сегодня. Курс американской валюты 70 рублей 30 копеек, европейской 78,40. Лучшие обменные курсы на данный момент покупка доллара в Урал Капиталбанке за 69 рублей 31 копеек по продаже в банке Акбарс за 70 рублей 15 копеек. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Бинбанке за 77,22 по продаже в БКС Банке за 77 рублей 99 копеек. Только 21% банковских долгов удается фактически вернуть в пользу банков заявили в региональном управлении службы судебных приставов. При этом ведомству реально удается взыскать в три раза больше. Это 60% от всех исполнительных производств. Основные причины, как заявили в ведомстве, недоработки самих кредитных организаций. Сейчас банки и судебные приставы разрабатывают единую базу данных. 5 из 83 финансовых организаций уже тестируют ее. По данным Нацбанка Башкортостана, объем просроченной задолженности сегодня составляет 34 миллиарда рублей, из которых 25,5 миллиардов. Это долги физлиц и только 8 юридических. В 2015 году служба судебных приставов республики взыскала 1 миллиард 333 миллиона рублей с учетом частично взысканной задолженности. И региональной телекомпании, и радиостанции, учредителями которых являются госорганы, предложено включить в федеральный обязательный список общедоступных СМИ. Соответствующий законопроект разработан парламентом Башкортостана. Речь идет о тех редакциях, в уставном капитале которых находится более 50% доли субъекта России. Как отмечают законодатели, инициатива заключается в предоставлении новых полномочий губернаторам, которые, в свою очередь, будут предоставлять список обязательных общедоступных телеканалов и радиостанций профильному федеральному ведомству. Нынешние же нормы существенно сужают аудиторию региональных СМИ, которые транслируются только в кабельных сетях и в интернете. Мы отстаиваем позицию, что как минимум один региональный телеканал и один муниципальный канал на соответствующей территории должны быть общедоступными. Это исходит из принципа построения федеративного государства, при котором каждый уровень власти должен иметь влияние на информационную поверхность. О новостях пока все. Служба информации РБК УФА продолжает следить за развитием событий в республике. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова